Несколько свойств картинки, которые положено в церкви. Отрески, которые изображают транспозиции, не виситарные. На самом деле есть еще одно свойство. Отресков на единицу меньше, чем в часу. Согласно показать, что есть уже очень много, но внутри круга не виситарные. Дальше, если К точек на окружности, то отресков сколько? Камерус 1. И вообще, давайте я не буду это потом написать, но самулерую. Это дерево. То есть, когда вы рассматриваете любую из вот этих вот, то из любой решины по отрескам можно единственным способом пройти другую другую. Какие еще свойства есть в картинке? На самом деле, я еще одно свойство расскажу. Господа, вы посмотрите, пожалуйста, что будет где-то есть. Видите? 1, 2. Если идешь по часовой стрелке. Что будет здесь? 3, 6, 9. Что будет здесь? 5, 6. Что будет здесь по часовой стрелке? 7, 8. Видите? Принцип такой. Так, когда вы берете любую точку и берете наименьший номер, который из этой точки выходил, то при движении по часовой стрелке будут номера идти. Привращение в округой вершины. Номера, транспортицы, возрастают. Ну, то есть, если начать с этой меньшего, то они будут в порядке. Так, и еще одно свойство, наверное, вы его вряд ли заметите, если я вам его расскажу, но на самом деле свойство это очень важное. Вот эти номера, они имеют самое прямое отношение к тому, как встроено наше перестановление. Вот давайте возьмем, скажем, вот это 5, 6, 9. Взяли? 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 Видите? 5, 6, 9. Замечательно. А теперь смотрите. Здесь есть числа 1 и 8. Отлично. Идем отсюда. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Увидели, что здесь у нас есть 1, 6? Это 5. Здесь вот написано 5. Да. А в шестом номере что будет? 6, 12. Хорошо. А в девятом номере что будет? 12, 8. Вы видели? Ребята, а пожалуйста, теперь сами глазами уйдитесь по всем такому местам. И вы обнаружите, что так будет везде. Ну вот, например, здесь есть 6, 3. Начинаем. Смотрим. Десятка действительно есть в третьем месте. Это 10, 12. Да? И вот это и есть по самому местам 12. Так. А потом у нас 6, 12. Видите? То есть, когда вы смотрите вот на такую область. Очень важно увидеть, что все эти картинки действительно состоят из таких областей. Давайте я вот здесь вот штрихую. Вот одна область. Вот другая область. Вот третья. Видите? Вот это вот. Давайте я ее красным покажу. Вот это вот область. Это еще одна. И здесь, наконец, есть вот такая. В чем идея? Когда у вас по кругу есть любые два числа, то они должны, как на цивилической перестановку показывают, они должны переходить вот так. Но они не просто переходят, а они переходят через вот это дерево. И этот маршрут единственный. Что у нас здесь есть? 4 и 7. Смотрим, где у нас четверка. Четверка должна быть вот здесь. Сейчас. Не вижу. У нас должна переходить четверка и семерка. Первый раз. А вот это 4 и 2. Есть такая штука. 4 и 2. А потом идет 8. Это четверка. Все умеяли? Вот. Теперь я остановлюсь. А как я это собираюсь доказывать? Ответы. Я сейчас объясню, что происходит с этими картинками, если их рисовать с самой первой и постепенно, постепенно, постепенно дорисовывая до самого первой. Я выписываю эти самые наши экспозиции. 2, 4. 3, 4. 10, 12. 2, 7. 10, 12. 2, 7. 10, 12. 2, 7. 6. 6, 12. 6, 12. 5, 11. 5, 11. И 8, 12. 8, 12. 6, 12. 7, 12. 8, 12. Господа, я оставил место, я сейчас покажу, что бывает с этой картинкой, если возьмешь и сделаешь еще одну транспозицию, только здесь больше важно, транспозиция должна соединять. То есть, давайте, например, сделаем так. Давайте, например, возьмем... Какое число с этим объединением? Не просто. Ты должна назвать одно число из одного круга и другое число из другого. Ну, 8. 8. Это здесь. И 2. Это вот здесь, да? Хорошо? 8. И 2. Господа, смотрите, что я сейчас должен сделать, что называется, по нашим правилам. По нашим правилам я должен сейчас, у полученной перестановки, она уже является композицией десяти транспозиций, я должен выписать разложение на цикл. Согласны? Полученной перестановки, я должен выписать разложение на цикл. Заметьте, это совсем не так сложно. То есть, какая история? Двенадцать, замечательно. Восемь переходило в двенадцать. Дальше чего? Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать в десять, да. Десять в шесть. А шесть туда? Шесть в один, отлично. Ребята, а тот другой цикл, он так и остался. Пять, одиннадцать, девять. Посмотрите внимательно. Дело в том, что это сейчас самое главное, что вы должны выписать. Что произошло, когда мы там ложили на транспозицию два оси? Что произошло с этими двумя? У нас-то фактически они слились. Посмотрите, здесь он идет. Один, два, три, четыре, семь, восемь, двенадцать, десять, шесть. Посмотрите, как это связано. На самом деле, видно, как это связано. Вот, хорошо. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я сейчас должен нарисовать девятиугольник и посмотреть, что в этом самом девятиугольнике произойдет. Господа, я на самом деле специально здесь оставлял место, потому что я понимал, что придется делать. Значит, вот она, окружность. Итак, это было. А сейчас мне нужна окружность, в которой будет девять точек, и я их должен написать ровно там. Так, сначала, я имею в виду, что это вот здесь вот так. В один, в один, в один, в два, в два, в три, три, в три, в четыре, четыре, в семь, так, в семь, так, в семь, так, в семь, так, в семь. Что я сейчас буду делать? Девять транспозиций – это те самые, которые уже были. Я фактически рисую вот этот отрезок. Это десятый транспозит, он добавился. И посмотрите, что на этой картинке. Два, три, четыре, семь. Два, три, четыре, семь. Вот с этой стороны – это то, что у меня было. И теперь посмотрите, подобное здесь. Один, восемь, двенадцать, десять, шесть. Один, восемь, двенадцать, десять, шесть. С этой стороны – это другая. Я фактически должен склеить две картинки. Разумеется, я вам сейчас неакрадно нарисую, но, уверяю вас, это же не сложно. Это надо фактически нарисовать с одной стороны. Вот с другой стороны нужно нарисовать и ответить. Так, поехали. Два, семь надо нарисовать. Два, четыре. И три, четыре. Так, и, если так поставить, не рано. Пожалуйста, сделайте, не поменитесь, это сделайте. Шесть, двенадцать, 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 двенадцать. Если что? Двенадцать. Двенадцать и восемь. А теперь, потому что перепошу, поэтому я двенадцать. Двенадцать и восемь – сведений и девяткой. Двенадцать и двенадцать – сведений и девяткой. Отлично. Так, господа, посмотрите, пожалуйста, что у нас здесь произошло. Вот у нас картинки фактически склеили вот эти два круга. И при этом, если свойства выполнялись, то они и на склеенном будут выполняться. Давайте поймем, почему. Потому что у меня, если здесь было сколько-то там, к-точек, и здесь было л-точек, то что происходит? Был к-1, отрезок, и л-1, да еще один добавим. То есть еще прибавим и сведений и сам. Согласитесь, что это, конечно, будет K-L, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1. Все, с количеством отрезков все понятно. Теперь давайте смотреть, почему будет все замечательно с властями. Да потому что у вас они именно ровно так и подклеиваются. Если у вас шло возрастание, вот здесь вот 1, 4, то добавился, это же самый большой номер добавился. То же самое. Если здесь вот шло, то добавился самый большой номер другой знак. Все замечательно. А в этих вершинах, как было, так и осталось. Господа, это называется доказательством индукции. Доказательство боя индукции.